Ага, пошла запись Ну давайте, братцы, пройдемся по ножам Вот, в принципе, что я хотел показать Ножи желательно бы, конечно, делать разные Где-то вот тем мастерам, которые делают Они вот как-то, видимо, я так понимаю, что сертификация их ограничивает То есть они берут какую-то модель ножа, сертифицируют ее Ну, мелкосерийное производство и так далее И начинают ее делать Потому что, получается, я так понял, что если они будут делать Разные модели, им нужно будет даже любой нож Относительно там без гарды, без ничего сертифицировать Хотя, мне кажется, что, в общем-то, наверное, и не надо Потому что, если уже ограничителей явно нет Толщина там такая-такая, характеристики То, наверное, не надо Вот кто бы, если, может быть, подскажет производителям Я-то не сталкивался, вот мне интересно, как они И я обратил внимание, что мало людей делают разные ножи То есть, как посмотришь Вот у меня вот, смотришь ножи, например Я вот сам иногда сейчас вспоминаю Вот показываю свои ножи, перебираю Сейчас надо будет рукоятки где-то подтачить каким-то ножам Чехлы сделать, вот у которых нету Вот и так далее Я смотрю, что, в принципе, ножи как бы вроде одинаковые Но такое впечатление, что все как бы, сказать, разные То есть нету одинаковых моделей Я каждый раз, каждый нож у меня не похож, в общем-то, на другой То есть я как бы даже не стараюсь Так получается А смотришь, у некоторых моделей ножей У них как-то они похожи все Вот Вот решит такую сделать Потом там Вот это, кстати, мне очень хороший нравится Охотничий нож Он короткий клинок Такого-то Американцы такие любят Коротенькие такие С небольшим дропом Вот Полноценная рукоять, но маленький клин Клин тут не превышает 10 сантиметров Вот ширина ладони даже Меньше То есть очень хороший силовой рез получается Удобен и так далее И вот эргономика Желательно бы, конечно, да Вот с эргономикой некоторые ножи не очень дружат Я вот обратил внимание Поэтому приходится делать под свою руку все Стали разные Для разных задач ножи По дереву Вот сейчас я покажу Модели очень хороши Они по дереву И по различным таким маленьким материалам Которые, ну, силовые Где нужен силовой рез Сейчас я попробую это все дело Более-менее показать Те ножи, которым я на силовую Хорошо работал И они себя показали Это вот если кому-то может будет интересно Какие ножи хорошие для таких задач Спуски в ноль Вот здесь Никаких подводов Он сразу идет, все в ноль Нет дополнительного подвода Вот Рукоятка вот в этом месте Достаточно должна быть широкой Чтобы ее не выкручивало при резе Особенно если клинок широкий Шире двух сантиметров А рукоятка круглая И узкая В серединной части Она будет выламываться При силовом вот таком вот строгании Ее будет выкручивать Потому что тут рычаг большой Он будет стремиться Вот так вот вывернуться Если вот эта часть Узкая Средняя часть Вот И широкая Она будет как Словно кругляшкой Она будет в руке выламываться Поэтому должна быть широкая В этой части Ну вот Это вот такая Такая особенность Например Еще Вот этот Ну это хель Я просто в рукоятку В другую вставил По дереву Отличная штука Короткий Бочкообразный Толстая Рукоятка Вот Очень хорошо Именно для силов Вот Для строгания дерева Застругивания Строгания И так далее Вот Вот этот клинок Узкая Узкая рукоятка Тут наверное Порядка Ну Я думаю что Около полтора сантиметра Если так все померить Не больше Ширина Вот Хотя она широкая Достаточно Вот так вот Но узкая здесь Ну широкий клин Вот здесь Узкий и широкий Его Он в принципе тоже Если сильно строгать Он выламывает Потому что ширина большая Вот если сравнить Вот с этим клинком Сейчас я покажу Вот знаете какая разница Видите Почти в половину Вот этот шире Им уже строгать А ну зато мясо Пластать Разрезать Какие-то такие вот Узкие материалы Где нужен такой вот Вставил И повел Веским материалом Он хорошо Потому что он узенький Здесь И от середины Спуски в ноль идут Вот По коже Вот сейчас я покажу По коже Вот этот клинок В ноль От середины Как скандинавские Вот Для силового разрезания Именно по коже Очень удобно Вот такого плана Клинок От середины в ноль Толстый клинок Рукоятка сделана Специально Чтобы нужно было Вот эти два пальца Сюда заводить Он Вперед не срывался Вот Но он больше Такой Ну для грубой Толстой работы Даже строгать не очень удобно Хотя от середины Плавно Идет в ноль Я им скрывал Там какую-то банку С химикатами Уже не помню Что-то Она там Запаялась Он на нее попало Вылезло Тут что-то Какие-то Кристаллизация Произошла Но он крепкий Хороший Можно им Подбатонить что-нибудь Шихашка Сталь Вот Вот этим вот Сейчас покажу Это вообще ветеран Ему была Вторая жизнь Подарена Он Была дубовая рукоятка Но дуб он колется Вы знаете Да Он расщепится на раз Хвостовик практически До конца идет Здесь уже дерево идет Ну Оно такое Свелевато И оно Не растрескивается Уже Его не разбить Узкий клинок Там по-моему Где-то полтора сантиметра Ширина он И плавно От середины В такую линзу Легкую В ноль уходит И мы строгать И батонить Хорошо И из ресора сделан Сталь достаточно мягкая Он я им недавно резал Даже еще и ничего Не чистил Ничего Хорошо им резать Вот этим сегодня Срезал Диаметр Наверное 25 За одно движение Была срезана рябина Вот Сегодня я там Ее Подрезал Широкий клин Ну Толстая рукоятка Достаточно Вот Толстая Ухватистая И немножко Она вогнутая Удобно В принципе Строгать Но за счет того Что клинок Очень короткий Тут порядка Шести Наверное Сантиметров Длина клинка Всего лишь То есть даже При такой вот ширине Ну вот Там два с половиной Ближе к трем То так Он Пять Режущая кромка С половиной Там около шести Наверное Длина Клима То есть Им очень хорошо Силовой струк делать Заодно движение Если срезать Что-то надо Ну вот Распластать Что-то Располосовать То есть Давление на кончик Колоссальное За счет короткого Рычага Вот тоже Удобно делать Ну Якутскими Тут у меня ряд Якутских Что тут хорошо Вот тут покажу Вот так Наверное Будет лучше видно Вот Ну этим я показывал Там рыбу и прочее Дело Он такой тоненький Достаточно Им хорошо Именно По продуктам Разделки Короткий клин Замороженное мясо Резать и так далее Здесь Не очень удобен У него крутая Крутая Достаточно Линза Вот такая Им можно что-то Например Проковырять в доске Просверлить Вот для таких задач Удобен Короткая рукоятка Ну Средний длинный клин Тоже наверное Ширина Вот видите Длиннее чем ладонь Ну это уже порядка С 10 сантиметров Приближается Может быть Даже больше Чуть-чуть 10 с половиной 11 Что-то строгать Сверлить У этого рукоятка Уже толстая Достаточно Круглая Даже вот в этом месте Она как бы Словно площадочку Небольшую имеет Для силового Реза Перерезания Строгания Углеродка Хорошая Сталь Железка Круглый рог Рукоятка Это Что-нибудь Именно вот Ошкуривающие Движения Что-то Легкое Подрезать Силовые Неудобно В нем Ручка Круглая Будет Выкручиваться Уже Выкручивался Строгал Пробовал Неудобно Видите Разные Получились Так Наверное Там уже Много Наснимал Вот тоже Такой Техно Отверстие И Поджимает Чтобы он Не ходил Вот так Вот Внутри Рукоятки Вот этими Штыфтями Железными Поскольку Деревяшка Прочная Ой Текстолит Прочный Выломать Текстолит При нагрузке Невозможно Ну там Все на клею И так далее То есть Очень такая Конструкция Интересная Не Не видел Чтобы кто-то Вот именно Так делал Посередине Дерево Здесь Внутри Я уже Говорил Выпил Идет Прижимает С боков Вот он Идет Хвостовик Внутри Там И еще Засверлен Посажем Получается Как бы Эти Вот Как упоры Внутри Идут Тоже Хорошо И силовые Работы Делать То есть Рукоятка Такая Достаточно Мощная Клин Короткий Длинный Линза Не крутая То есть Для Тонких Разрезаний Очень Хорошо Что еще Вот Кстати Для дерева Тоже Достаточно Очень Хороший Если Клинок Очень Узкий Там Практически Сантиметр Чуть Больше И Спуски Даже Чуть Выше Начинаются Середины Очень Будет Хорошо Строгать Не Длинный Клин Порядка Восьми Семи С половиной Восьми Длина Мощная Ухватистая Рукоятка Для Строгания Идеально Его вот таким образом Уже не будет Выкручивать Вся нагрузка Прямо идет По Лезвию Идет Сострагивание Вот Так что Можно тоже Для строгания Силового Именно Лесные работы Где с деревом Работаем Очень удобно Ну Картошку чистить Тоже в принципе Можно Узкий клинок Можно Отводить Большой Палец И Таким образом Делать Движение Если клинок Широкий Картошку чистить Естественно Уже не будет удобно Так Что еще Я хотел Показать Вот Очень удобный Нож Выглядит Коряво Криво Сразу говорю Некрасиво Но За счет Вот этого Выступа Вот он Вот этот Сапог По сути Сапог Действительно Небольшого Тут Брюшко На рукоятке Толщина Приличная Здесь Порядка Двух С половиной Наверное В руку Ложится Отлично Силовое Строгание Здесь Поуже Можно Вот таким Образом Захватывать И резать То есть Очень удобно С формами Конечно Вот Кто Ножи А И еще Хотел Сказать Да Да Сейчас Еще один Покажу Тоже Им поработал Долго Прилично Он Вообще Такой Толстенький Получился Спуски Прокованы Практически До нуля Но они Здесь Я его Только Ну чуть-чуть Подубрал А так Он весь Прокован Вот сюда Вот в линзу То есть Он был Прокован Полностью В ноль Я здесь Не снимал Ничего То есть Чуть Только Где-то Неровности Убрал Тоже Идущий Под клин Туда Здесь Шире К носику Уже Очень удобно По рыбе Именно Работать Вот по рыбе Я заметил Удобно Работать Сейчас я покажу Клинком Который Здесь Чуть шире Ну порядка Там Двух Двух с половиной И он идет И сужается К носику Вот именно По рыбе Тоненький носик В брюшко Заходит Вот Чуть Надрезаешь И он Очень хорошо Работает Где-то Деревяшку Строгануть Вот Ширины Вот этой Вполне И мощности Хватает Застрогать Потому что Строгаем Берестяная Не скользит Даже в мокрой руке Вот эта часть Вот Здесь Береста Удобно Теплая И Вот эта Вот Часть Рукоятки Немножко Завалена Книзу Как для Пистолетного Очень удобно Когда именно Что-то Сверху Ковыряешь Упираясь Вот этому Бересту Пальцем Он получается Не скользит И плюс Дополнительный Упор Тыльной стороной Ладони Очень удобно Кстати говоря А Ну вот этот У меня Обломался Я из него Такой царапающий Сделал Такой В виде Когтя Он тоже Прорезать Кожу Если мне Надо Процарапать Кожу Контур Обвести Там Перегнуть Потом Посмотреть Ну Толстая Кожа Пятимиллиметровая Надрезаешь Верхнюю часть Потом Перегибаешь И можно Уже Аккуратно Дорезать Если за один Раз Он туда Не углубится Потому что Он здесь Толстоват Все-таки Вот В этой Часть Так Здесь Он Этим Я немного Работал В основном Только По продуктам И Дерево Я резал То есть Никакую резину Я еще Не экспериментировал Банки Консервные Рубил Резал Вот Но Он очень Удобен Вот Эта Полуквадратная Рукоятка Вот В руке Не Крутится Вообще И Как-то Сочетание Самого Клина Длины Ширины И прочее То есть Он как-то Вот Получился Неплохой Как бы Чтобы Посмотреть Формы Ножей Это Я делал Такой Тоже Якутский Клин Был Не было Тут Особо Деревяшек Я Все Что Было Туда Затюхал Забабахал В общем Он Такой Кривый Косой Но Им Я Рубил Рубил Резал Рез У него Хороший Надо Просто Рукоятку Будет Переделать Хотя Рукоятка Здесь Тоже Очень Твердое Дерево Не гниет Ни влагу Не вбирает Ничего Ну Как бы Как Для Работы Пойдет Вот Этот Вот Сейчас Я Про Это Расскажу Толщина Вообще Тут Наверное Под Три Сантиметра Ну Два С Половины Точная Ширина Ширина Вот Так Я имею Ввиду То Он Такую Прямо Именно Для Реза Вот Что То Отрезать Хорошо И У него Скандинавский Спуск В ноль Сталь Очень Твердая Тут За 63 Единицы Закалка Идет То Он Скрашивается Кромка Очень Тонкая Если Где-то Силовой Какой-то Нагрузка Или Удар По Твердому У него Микро Такие Скрашивания Есть У Этой Стали Но Она Очень Хорошо Режет То Нарез Именно Где Нужно Только Рез Вот Эта Саблевидная Форма Чуть Чуть Туда Уходит Вверх И Вбок Очень Удобно И В ноль Сведено Вплоть До Гретья Можно Затачивать И Он Не Садится И Для Строгания Но Выламывания Боковые Он Не Выдержит У него 2,5 Даже 3 Миллиметров Нет И Твердость Высокая Может Скорошиться Кромку Кромка Закалена А тут Я Немножко Отпустил Но Все равно Может Хрустнуть То Есть Такие Ножи С Высокой Твердостью И Обухом Менее 3 Миллиметров Лучше Не На Боковые Нагрузки Большой Длиной Не Делать Потому Если Уже Больше 12 Сантиметров Длина И Толщина Обуха При Твердости 62 И Выше Сломается Лучше Не Рисковать R635 Самозакаленный Ну Просто Остыл На воздухе Режет Обалденно Рез Агрессивный Долго Не Тупится Удобный Выход Немножко Вот Видно Что Лезвие Пошло Вот Туда Как бы Из рукоятки Оно Чуть Вверх Но Это И Удобно При Строгании Меньше Сил Уходит Он Если Туда Уже Сил Не Хватает Он Просто Будет Вылезать Не Надо Руку Надо Обратно Выковывить А Здесь Не Надо Просто Чуть Наклонил И Он Вот Выйдет Чуть Еще Дорезая Своей Микропилкой Структурой Вот У него Структура Интересная Ну Что Еще Тут Показать Это Такой Больше Рубить Сейчас Покажу Я Рубил Очень Много Чехол Надо Будет Сделать Вот Обух Весь Помят От Молотка Видите Прям Молотком Ничего А кромка От середины Заказана Напильник Не берет Рез Не такой Агрессивный Как у Других Сталей Вот Но Потому что Все-таки Углерода Поменьше Но У него Очень Хорош К ударным Нагрузкам Вот Можно Поленье Раскалывать Что я Им И делаю Собственно Говоря Ну И для Походных Целей Очень Хорошо С Толстым Обухом Сталь Какой-нибудь Попроще Типа Рессорной И Будет Хорошо Вот Это уже Такой Большой Больше Нож Ну Скажем Даже Для туризма Я бы Не стал Такой Брать Это Больше Такой Для Понтов Вот Такие Лопаты Ножи Огромные Им Не очень Удобно Можно Разделывать Конечно Да Но Он Большой Широкий Вот Этот Клин Три Сантиметра Длинный Порядка Четырнадцати Четырнадцати Сантиметров Длинная Это уже Большой Считается Нож Вообще Идеально Это Девять Восемь С половиной Девять Но До Десяти Считается Нормальным Средний Это Двенадцать Сантиметров Но Широкий Четырнадцать Это уже Большой Четырнадцать Терри Пятнадцать Вот Этот Больше Пятнадцати Это уже Крупный Конечно Но Он Выдерживает Это Девяносто МП Сведение Вот Где-то Сантиметр От Режущей Кромки Ну Сантиметр Два Сантиметра Обуха От Обуха Спушки Начинаются Снизу Вот Как Скандинавский Чуть Залинзованный Рез Колоссальный У Ди Девяносто МП У него Под Шестьдесят Одну Закалка В общем Что Таким Ножом Можно Делать В принципе Все И мясо И все Но Большеват Не Оправдывает Так что Неудобно На Большие Крупные Ножи Не Кидайтесь Те Кто Особо Не Сильно Разбирается Берите Средние Вот Смотрите Сейчас Я сравню Просто Вот Вот Это Уже Считается Такой Крупный Нож Вот 12 13 Сантиметров Вот Тоже В ноль Спуски Напильник Не берет Не помню Что за Сталь Вот Это Сейчас Не вспомню Рез Хороший Удобный Все И для Леса И для Охоты И рыбалки Ну Для Рыбалки Можно Любую Сталь Но Нужно Точить Если У вас Много Рыбы Будет Садиться Нож Это Удобные Ножи Вот Критские Они Специально Для Рыбалки У них Обух С Носечками Выпилами Сделан Чтобы Чешую Счищать И От Обуха Идет В Ноль Там Могут Быть Подвод А могут И вообще Не быть Сталь У них 400 По Могут 400 Они Французскую Используют 400 420 Сталь 420 Сталь Идет Вот Если И Заточить Грубо На На Грубом Абразиве Видите Даже У меня Тут Риски Остаются У него Очень Хороший Рез И Долгий Рез То есть Он Прямо С Хрустом Режет Как Углеродка Но Его Не надо На Пастах Ничего Мелким Камнем Не надо Нержарейку Подводить Затачивайте Грубым Камнем 600 Там Ну 400 400 600 Вот Все Заусенец Так Чуть Убрать Шаркнуть Всякие Мягкие Волокнистые Материалы И прочее Даже Деревяшки Строгает Хорошо По ощущениям Как углеродка Если его залезать Будет просто Проскальзывать Мылить И все Ничего Не будет Резать Абсолютно Так что Не надо Выводить На тонкие Кромки Там До бритья Волос Это вообще Ни к чему Что тут еще Я показал Это старый Добрый нож Очень хороший Гвозди Перерубал Я им Сейчас покажу Случайно Правда Правда Даже Вот Лафетные Вот такие ножницы Один из первых Моих ножей Был сделан У него Такая структура Сейчас покажу Сейчас Вот тут Видите Смотрите Видите Весь он Вот такой Вот Как будто Какими-то Вот Вот такими Вот То есть Он Углеродился И стал Твердым Таким Что Его Мода Бритья И вот В принципе Рез у него Обалденный Для чего Нужен Сугубо Строгать Что-то Обстругивать Теревяшки Что-то Резать Такое Вот Ну В бытовых Таких целях Где В общем С готовкой Ничего не связано Честно Что-то Такое Строгать Вот Строгать Дерево Все Больше Не для чего А по большому Счету Ну так Вот Что еще Снять В принципе Этот вот Чехол Я сделал Недавно Вот Он Чехол Который Я шил О Ветер Поднялся Ничего себе А тепло Так Был Так Плотно Очень Вот Тоже Строгание Вот Общей Цель Ну и Готовить Можно И резать И строгать В общем Все Все Задачи И как Рыболовный Можно Использовать Для рыбалки Нож Для рыбака Что-то Я уже Устал Говорить Сам Все Пока Пока Все Пока Все Все Это Надо Доделать Широкая Рукоять Очень Надо Ее Сузить Вот Так Здесь Выбрать Полукругом И здесь Выбрать Чуть Чуть Чтобы Она Так Два Пальца Входила Ну Тогда Упор Будет Большой Боюсь Как бы Под Хвой Не Попал Поэтому Что-то Надо Подумать Будет С ним Ну Все Пока Хватит Устал Я уже Говорить Все Всем Пока Всем Удачи В общем Нажи Делаем Экспериментируем Смотрим Делимся Идеями Все Всем Пока